Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали, и сегодня у нас видео по спасению лошадок, уходящихся на лошадок. В этот раз мы будем спасать альденбургскую и французскую селя полторашнего поколения, так что настраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали. Да, самое, думаю, первое, что вы увидели, такой очень заметный факт, то что Даша по нюхом очень сильно преобразилась за зиму. Последний раз, когда мы спасали предыдущих уходящих на пенсию лошадок, она выглядела немножечко попроще. Ну а теперь она обзавелась первой лошадью третьего поколения у себя в конюшне, потратила эскан на хороший комплект, амуниции, ну а также прикупила немножечко себе одежды. Так что теперь, я считаю, она выглядит очень даже круто и мне это очень сильно нравится. Аденбургская лошадь и французские сели существуют в Star Stable уже довольно давно и пришло время уходить данным лошадкам на пенсию. Из игры они уйдут 1 марта после еженедельного обновления в среду и купить данные породы вы уже больше не сможете. Пока что в игре отсутствуют их перевыпуски третьего поколения, но я надеюсь, что когда-нибудь они все-таки будут. Как показывает практика, если в ССО есть хотя бы одна версия какой-либо породы, значит ее наверняка позже перевыпустят. И я бы очень хотела на них посмотреть, учитывая то, какие у них масти. У меня 2176 СК, у Даши должно хватить, чтобы скупить все 6 мастей, по-моему 6 лошадок. Давайте начнем с Аденбургской. Заморачиваться не будем, будем называть на русском языке. Полташное поколение, сила 2, дисциплина тоже 2, скорость-выносливость по нулям и гибкость 2. Такие 6 мастей, рыженькая с темной гривой, вороной с черной гривой и серой в яблоко. Они мне очень сильно нравятся, вороной и серой. Ну мы начнем. Что? У меня уже есть этот рыжий? А он у меня... А откуда он у меня? Я не помню, чтобы я его покупала. А ты точно с рыжей гривой? Может быть у тебя... Ой, с черной гривой. Может быть у тебя была рыжая? Серьезно? Я в замешательстве. Мне казалось, у меня нету такой лошади на этом аккаунте. Но ладно. Это будет тебе в плюсик. Мне кажется, все-таки ты чисто рыжим должен быть. Видимо, некий опять глюк с гривой. Не могла я купить. Вот себе в конюшню лошадь с таким разнотомным мастей гривой. Сомневаюсь, но надо будет проверить. Тогда покупаем вороную. Ну что ж, настроить и купить. Кстати, да, забыла сказать, что все эти лошадки, они стоят... Так, верни, пожалуйста, бесплатную гриву. Они стоят по 300 старкоинсов и ольдернбургская и французский сель. То бишь, достаточно дешево. Так, давай мы тебя назовем. Ты будешь у нас жеребец, взрослый. Взрослый. Гром. Ну-ка. Ну-ка. Гром. Сейчас что-нибудь. Гром безумия. Как-то... Сейчас что-нибудь придумаем. Бартуга, Бриз. Бродяга, Броса. Бунтака. Гром буря. Гром ветер. Во, гром ветер. Подходящее имя. Я считаю, что это даже как-то мило называть полторашек вот таких вот очень простыми, незамысловатыми именами. Так что, купить. Да, я хочу купить эту лошадь. Ой, какой ты красивый. Такой старенький, такой хорошенький. Так, отправляем, конечно же, в конюшню. Так, одного спасли. И теперь спасаем серенького. Это у нас будет... А давайте кобылка, тоже взрослая. Так, почему-то я хочу... Ой, нет, на английском пишу. Хочу назвать ее молодая. Сапфир. Сапфир или... Воздушь, волшебная. Не, как... Галактический, героическая, гибкая, глазастая, гнидая, голосистая, городская, грациозная. Давайте, да, грациозная Сапфир. Такое имя тоже покупаем. Пожалуйста, разработчики, ну реализуйте эту... Вот именно такую масть на новую какую-нибудь лошадь. Вот в перевыпуске. В перевыпуске я хочу видеть эту масть. Пожалуйста, возьмите мою карточку и дайте мне такую лошадь. Так, ну, видимо, действительно, альдернбургская вот эта, она должна быть целиком рыжая. Но у нее произошел глюк. Ну ладно, я это еще проверю как-нибудь. Может быть, где-то я все-таки записала или сфоткала, как я ее покупала, эту лошадь. Так, тогда переходим к французскому селю. Тут очень красивые масти. А вот это вообще, мне кажется, любовь. Мне вот эту еще, кстати, лошадь, я ее буду покупать на своего персонажа Эрика. Там должно хватить, я надеюсь, если не хватит, побегу покупать, потому что это просто красота. Чисто, она даже не светло-серая, она такая серебристо-белая, очень красивая лошадка. Вот это у меня есть на основе. Да, но на этот аккаунт мы спасаем всех. Так, настроить. Что здесь у нас на букву Б по именам? Багренка, бархат, бездна. Я почему-то хотела бы Буран его назвать, не знаю почему. Сейчас посмотрим. Буре, бухта, бри... Бродяга. Г, гениальный, главный, гибкий, глазастый, голосистый, гордый, гордый бродяга. Это будет у нас жеребец, тоже взрослый. Покупаем. Гриву даже никому не меняю. Во-первых, это эскад добавляет. В будущем, если захочу, конечно же, я переделаю. Но там такие масти. Что, зачем переделать? О, здравствуй, крас... Ой, какой красавец. Некоторые новые игроки не понимают, почему другие, другая половина игроков, кайфует от полторашек меньшей степени и большей степени от лошадей второго поколения. Это вот такое некое разногласие современных игроков со старыми. Просто они не понимают, ребята, мы с... Кто с 14-го, кто с 17-го года, да неважно. Мы жили с этими вторыми поколениями. Вторые поколения были нашими первыми, вторыми лошадьми. И мы больше двух лет катались только на вторых поколениях. А потом уже начали появляться третье поколение. Так что, то, что вы не понимаете, почему у нас есть некая любовь к все-таки второй версии моделек, то это вот именно потому. Это именно потому. Так, сейчас тут... Муза, музыка, мята, надежда... Так, нежность. Стойкая. Хочу. Так. А кристальная нету? Карамильный, копызный, кварцевая. А я хочу кристальную. Кристальная есть? Нет. Коралловая, космическая, красная. Кро-кры-тку. Нету. Ну почему здесь нельзя самим называть лошадей? Вот кто это придумал? Королевская нежность. О, да, это еще лучше. Так, это кобыла. Кобыла, взрослая. Кобыла, да. Покупаем. А-а-а, какая-то конюшня. Ой, все-таки какая-то красивая. Не могу. Так, отправить в конюшню. Я только что поняла, что забыла в самом начале графику выкрутить на максимум. Ничего, переживем. Так, и осталась вот эта лошадка у нас. Это у нас тоже будет кобылка. У меня она, кстати, по-моему, везде кобылка. Жужжащая. Не, жужжащую спасибо не хочу. Так, сброс поисковика. Да, давайте пойдем вниз. Ручная. Пташка, птица, птичка, пуговка, пума, пусты... Пучина, пыльца, радость, ручная радость, рапсодия, ресничка, речка, ритм. Тут некоторые имена прям на русском языке, но вообще как-то не то. Рыбка, рыбка, рыбина, ручная сага. Нет, сага не хочу. Сапфир, что-то. Розочка, ромашка, рассвет. Ручная радость. Вот, наверное, ручная радость, да. Итак, кобылка, взрослая. Купить. Да. Ну, вот здесь я буду... Я очень сильно радуюсь, на самом деле. Но буду радоваться чуть поменьше, так как у меня эта лошадь уже давно существует на основе. И я ее знаю вдоль и поперек. Но все-таки... Так, все, 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 все. Здесь у нас раз, два, три. Все масти куплены. Здесь у нас раз, два, три. Все масти куплены. Вот только у меня к вот этой вот лошади один есть вопрос. Не понимаю почему. Может быть моделька у кого-то такая же была. А у кого-то может быть рыжий есть такой. Я чего-то уже не понимаю. Три страницы. Так, здесь у нас никого. Вот здесь еще остались у нас у нас и старичков. Именно вот таких вот. Вот таких остались. Датская полукровная. О, возможно, это, кстати, будущий аналог бельгийцев, у которых очень много гнидых мастей будет. Это хорошо. Так, потом голландская. Голландская, к сожалению, у нас уже давным-давно сломана. Да, я на... У этой лошади была белая грива. Я прям вот клянусь вам. У нее должна быть белая грива. Эта моделька сломана. Сомневаюсь, что разработчик ее починит. Но если починит, будет замечательно. И английская чистокровная. Еще пока что не убирают. Хотя я думала, что когда-нибудь они ее будут убирать. Одно из первых. Ну что ж, ребята, мы спасли эти две породы. Пора направляться в конюшенку. Чтобы посмотреть, как же они расположились уже по донечкам, по пастбищам. Но, думаю, попазднущим, потому что у меня вся конюшна забита. И я ее не расширяла. А самое главное, сейчас нужно заглянуть в рюкзак и поплакать. Потому что осталось... А, осталось 676 СК. То есть все хорошо даже. Все живем. Так, имя, порода. Да, у меня тут все лошади первого уровня. Я их не качаю. Это Вистфайский, чисто рыжий. Так, а кого мы сейчас спасали? Так, ну с этими все нормально. А как это? Вот подождите, подождите, подождите. Я не могу. Я должна это проверить. Это как работает? Мне очень интересно, как это работает. Так, ну это фриза, все понятно. Так, по породе мы сейчас спасали французского Селя и Вистфальску. Да? Все правильно? Это все Морган. Это все Морган. Где у нас спасенные свеженькие новички? Кто у нас новенький? Ну вот с этими все хорошо, у них ничего не сломано. Мураб, 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 Мураб. А где? Морган. Раз. Но это Вистфайский, это не тот. Во, 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 во. Так, верни меня на первую страницу. Или на какую? А, вот они. Ольденбургская. 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 Помни, О, П. К, Л, М, Н, О, П. Все, нет у меня альденбургских вообще. Как это работает? То есть он считывает кого? Моргана или Мураба за свою модельку? Это как работает? Или вот еще Вистфальский все-таки? Какая там была масть? А кто у меня еще гнидой есть из старых моделек? Да больше никого. Все остальные либо пеги, либо, ну, не такие. А, вот еще Мураб есть вот такой. А я не поняла. Я немножечко не поняла прикола. Это как это? Какая там масть была с носиком? О, то есть игра считывает, что у меня, видимо, есть такая же моделька? Серьезно? Так, давайте посмотрим, какая же там масть была. Я уже забыла. Придется ехать обратно. Короткий видосик не получился. А как это? Друзья, очень интересный глюк или баг. Я не знаю, как еще его назвать. Но я проштрудировала все свои две страницы. По пять раз всех коней пролистала. И вот похожей масти у меня только, вы можете видеть, Вистфальская лошадь. Которую тоже, вроде бы, уже убрали из игры. И это Ольденбургская. Масть одна и та же, отличаются только гривы. И он считает, что у меня эта лошадь уже есть. Я не знаю, почему. Вот. Но, раз тут такое дело, у них отличается только грива. Причем сочетание гривы мне не нравится. У меня, похоже, ситуация уже была со старым Морганом, у которого просто яро-желтая грива. Мне это очень сильно не нравилось, поэтому я не купила его. То в этом случае мне тоже вообще не нравится сочетание Ольденбургской рыжей с темной гривой. И так как масть у меня такая уже есть, причем с идеальным сочетанием с рыжей гривой и хвостом, мне сама игра уже говорит, у тебя эта лошадь уже есть. Поэтому, видимо, я не буду ее покупать. Потому что, ну, действительно, я не люблю рыжую с такой темной-темной гривой. Ну, вот неприятно мне такое сочетание. И где еще такая же ситуация была? Вот у этих, по-моему, коней. Сейчас проверим. Да, вот эта лошадь у меня точно с такой же проблемой. Все-таки в конюшне у меня уже стоит такая же масть. Не помню, по-моему, мураба с белой гривой и белым хвостом. Это голландская полукровная. У меня мураб. И он тоже считывает, что у меня эта лошадь уже есть. Единственное, я не помню. Надеюсь, что голландскую починят к моменту их ухода на пенсию. Потому что если у меня мураб с белой гривой, а голландская вот эта вот с рыжей, я просто уже не помню, если честно. То я бы ее купила. Даже если масть одинаковая, гривы-то и хвост разные. Мне сочетание рыжей с этой мастью бы нравилось. Но пока что ничего непонятно. Так что вот такое вот получилось очень интересное видео. Особенно в конце с неким багом-дебагом, не знаю. Но мы сегодня все-таки спасли аж пять лошадей. Это Ольденбургскую и французский сель. Масти красивые. Если у вас хотя бы есть какая-то частичка любви к полторашним поколениям и к данным мастям, советую прибежать на ярмарку и купить их до первого марта, пока они не ушли на пенсию. Так что у меня уже они в конюшеньке и есть. Лошади, которых мы спасаем, все еще копятся, копятся, копятся. И видимо конюшня когда-то будет просто целиком набита первыми поколениями. А потом и вторыми. Ну а на этом все. И я со старыми лошадками с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Лошадки пока будут отдыхать на пенсии. Редактор субтитров А.Семкин